Замечания специалисты немного расстроили дорожников, ведь пока не переделают, денег не получат. Сегодня контролеры по дорожным ремонтам проверили качество выполненных работ, и с двух дорог готова к пользованию одна. Пострадавших от укусов клещей уже больше 5000 человек, половина из них заражена инфекциями. Все подробности в специальной рубрике. Больше 10 участков перекроют на полдня. 8 июня большая колонна паломников Великорецкого крестного хода возвращается в Киров. Город может встать в пробки. 16-летний подросток получил тяжелые травмы в результате ДТП в Чистых прудах. Там водитель автобуса Нифас сбил пешехода. Уже третий случай за сезон. В Ленгасово из окна выпал двухлетний малыш. В полиции рассказали подробности. О событиях пятницы 7 июня расскажет информационный канал Город. Студия Артем Миронов. Здравствуйте. Замечания специалиста немного расстроили дорожников. Ведь пока не переделают, денег не получат. Сегодня контролеры по дорожным ремонтам проверили качество выполненных работ. Из двух дорог одно забраковали. Это касается улицы Опарина в Нововятске. К 600 метрам асфальта контролеры претензий не имеют. Площадь покрытия и качество смеси в норме. А вот съезды и подходы к дороге придется переделать. Еще подрядчику нужно будет продумать, как не запустить потоки воды, которые после любого дождя могут хлынуть во дворы. Замечание, выход на территорию, значит, пешеходную зону необходимо будет подправить. И в одном месте для обеспечения водоотвода необходимо будет подрядчику сделать водоотводной валик. Это в районе дома номер 4. Пока не переделают, мы подписать контракт грандиния паспорта службы. Замечания к дорожникам были и на улице тренера Пушкарева в Нововятске. Неправильно был уложен первый асфальтовый слой дороги и не заменены бордюры. Но к моменту контрольного рейда якобы все исправлено. Более того, в этом году чиновники пообещали продолжить благоустраивать этот район вместе с набережной. В данный момент работы идут еще на 8 участках городских дорог. Самая крупная из них на Московской и Октябрьском проспекте и Ленина. Как отметил Дмитрий Печенкин, работы серьезно опережают график. На территории Нововятского района таких улиц будет всего 4. То есть по Нововятскому мы сегодня пересекаем экватор. И думаю, в ближайшее время остальные две улицы Ленина и Красноармейская будут выполнены. Ну и наверное стоит отметить, что в текущем году у нас и выполнение работы сдачи объектов существенно опережает уровень предыдущего года. И я хочу отметить, что и погодные условия нам позволяют эти работы проводить. Всего в этом году в Кирове должно быть отремонтировано 19 улиц. В основном это магистральные дороги. На все работы выделено больше миллиарда рублей по федеральной программе. Разметка будет, но не скоро. Чиновники сегодня ответили членам Общероссийского народного фронта на результаты их визитов в Киров. Напомним, московские эксперты были шокированы отсутствием разметки в городе. В Киров координаторы проекта «Карты убитых дорог» приезжали в рамках Общероссийского тура. До конца лета они оценивают в регионах качество и безопасность дорог. В нашем городе гости были удивлены отсутствием разметки на дорогах. Дмитрий Печенкин, который тогда тоже участвовал в РИДе, не смог объяснить, что именно происходит, поспорив с активистами ОНФ в том, что разметка все-таки есть. Сегодня ситуацию прояснил главный дорожник города Евгений Лунев. Оказалось, что контракты с подрядчиком были расторгнуты из-за отвратительного качества краски. Работы были начаты. Нами, как заказчикам, вовремя приостановлены. Соответственно, проведен лабораторный анализ на светоотражение, на геометрию. Не принято порядка 80% объемов. Сейчас расторгается договор. И заново перенанесем всю разметку. На всех магистральных улицах мы сейчас, соответственно, запустили конкурсную процедуру. Выберем подрядную организацию. Главный дорожник заверил, что разметка на дорогах города обязательно появится, но не скоро, только к середине лета. Кроме всего, выделено около 150 миллионов рублей на обновление дорожных знаков, светофорных объектов и освещения. Пострадавших от укусов клещей уже больше 5000 человек. Сотрудники ГИБДД нашли больше 300 нарушений у водителей общественного транспорта. И Первый городской канал продолжает подготовку к трансляции звездного концерта в День города. Подробности далее. Эфир продолжает рубрика короткой строкой. В этом году с укусами клещей к медикам обратилось уже больше 5000 кировчан. Это на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Специалисты отмечают, что почти половина исследованных клещей заражены боррелиозом. 21 человек уже подхватил эту инфекцию. У 12 подозрения на энцефалит. Роспотребнадзоры рекомендуют кировчанам соблюдать все меры защиты от опасных кровопийц. С начала года сотрудники ГИБДД зафиксировали больше 300 нарушений у водителей общественного транспорта. Чаще всего они касались перевозок пассажиров. В основном автобусы работали в неисправном состоянии. Не меньше нарушений в режиме труда и отдыха водителей. Полицейские призывают кировчан фотографировать нарушения перевозчиков и отправлять их через официальный сайт госавтоинспекции. В Кирове для садоводов открыли 8 мест для продажи своей продукции. Они находятся на центральном Октябрьском рынках, возле площади Маршала Кунева, а также в Нововятске и Радужном. Специальная инспекция контролирует места продажи. Если торговля будет производиться в несанкционированных местах, товар у продавца будет изыматься. Это касается и уличных предпринимателей, и бабушек-садоводов. Также нарушители получат штрафы от 3 до 200 тысяч рублей. Во время празднования Дня города Первый городской канал будет вести прямую трансляцию концерта на Октябрьском проспекте. Съемки будут вестись с шести камер, в том числе и с квадрокоптера. На сцене напротив парка имени Кирова выступят певица Максим, группа Бурита и Юлиана Караулова. Вести мероприятие будет радиное трио «Бригада У». Трансляция начнется в 17 часов и продлится до 8 часов вечера. Прямой эфир можно будет посмотреть не только на Первом городском канале, но и в нашей группе ВКонтакте «Новости Кирова». Больше десяти участков перекроют на полдня. 8 июня многотысячная колонна паломников Великорецкого крестного хода возвращается в Киров. В связи с этим полицейские ограничат движение на некоторых улицах города. С 7 часов утра будут заранее перекрыты дороги на подходе к Трифоновому монастырю. Это улицы Московская, Горбачева, Урицкого. Дорожные инспекторы отцепят дорогу на подходе к городу через Новый мост до перекрестка с улицей Луганской. Паломники зайдут в Киров именно по путепроводу. Примерно в 13 часов в храме иконы Божией Матери паломники соберутся на службу, а с 14 часов колонна двинется по улице Луганской, затем пройдет на Ломоносовой и Московской. По ней паломники дойдут до улицы Казанской и доберутся до Трифонового монастыря. На всем протяжении пути эти улицы будут перекрыты, их откроют только после окончания движения паломников. Водителям советуют заранее продумывать пути объезда перекрытых улиц. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. 16-летний подросток получил тяжелые травмы в результате ДТП в Чистых прудах. Там водитель автобуса Нифас сбил пешехода. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Авария произошла у дома номер 2 по улице Новая в Чистых прудах. По предварительным данным ГИБДД почти в полночь. 16-летний подросток вышел на дорогу в неположенном месте и ребенка сбил 58-летний водитель автобуса Нифас. Пешеход получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Хотела научить маленькую дочку кататься на велосипеде и прихватила чужой трехколесный транспорт. 32-летняя молодая дама из Котельнического района. Женщина зашла в подъезд дома по улице Красина в Кирове, заметила детский велосипед и прихватила его с собой. Помогала брату переезжать, прихватила велосипед. Где он стоял? В фойе. Там еще были велосипеды? Да, чтобы бался. Все пристегнуты? Нет. Почему именно это взяли? Я не знаю, как захотелось. Как оказалось ранее, она уже была судима за применение насилия в отношении представителя власти. Теперь на женщину возбудили очередное уголовное дело по статье «Кража». Велосипед вернули хозяйке. Камеру убрал. Хорошо. Я этим... Чего хорошо от него? Позже уберу. Ты сейчас убери. Пришли вспомнить армейские будни двое сослуживцев на улице Пролетарская. Молодые люди встретились, выпили и поехали за добавкой, но их задержал наряд ППС. Вместе служили, и после того, как пришли на гражданку, первый раз встретились, вот и все. Все из одинакового звания? Чего? Нет, не все из одинакового звания. Не может быть, не может быть. В армии служил? Да. В погонах разбираешься? Да. Смотри на плечи. Так, пришли. Водителя Никиты увезли на свидетельствование к доктору, а пассажир Денис ушел спать. Приятели договорились встретиться снова, но уже не в таком формате. Уже третий случай за сезон. В Ленгасово из окна выпал двухлетний малыш. В полиции рассказали подробности. История очень похожа на все предыдущие. Несколько минут без присмотра, открытое окно и ребенок внизу. Говорится, что малыш жив и сразу после происшествия был доставлен в больницу. О характере травм не сообщается. Известно также, что он упал с третьего этажа. На короткий период времени мать оставила ребенка одного. Получилось таким образом, что ребенок сам смог открыть окно и выйти. Семья абсолютно благополучная, на учетах не состояла, в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Говорится, что это уже третий случай в 2019 году. Причем сезон открытых окон и москитных сеток, по сути, только начинается. Предыдущие трагические случаи происходили в Кирово-Чепецке и Котельниче. В полиции обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра и сделать так, чтобы дети не могли самостоятельно открыть окна в квартире. Известные кировские классические художники неожиданно предстают в импрессионизме. В галерее прогресса состоялось открытие большого выставочного проекта «Вятская традиция». Это третий заключительный этап проекта. На выставке представлены лучшие работы художников всей Кировской области, тех, кто входит в Союз художников России. И многие спрашивают, есть ли современное искусство на Вятке, есть ли оно именно в такой институции, как Союз художников. И этой выставкой мы хотим показать, что да, конечно, галерея как раз занимается тем, что она ищет художников, которые работают именно в актуальном современном ключе, и здесь они представлены. На выставке «Вятская традиция» – работа кировских художников разных возрастов и работающих в разных направлениях. Но именно здесь самые известные классики в живописи раскрываются перед зрителем совсем в других направлениях. Совместный культурно-просветительский проект «Галереи прогресса» и художников в Кировской области посвящен 80-летию Союза художников России. Такой была эта пятница, 7 июня. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 47-33-02. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова». В студии для вас работал Артем Миронов. Увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова